Итак, стартовал. Стартовал этот финал. Ну, пока посмотрите, африканские бегуни не торопятся. Дистанция длинная. Вот они сгруппировались вместе. Немножко справа. И, видимо, решили посмотреть, что предложат им соперницы. Нужно сказать, что этот твит стал проводиться только с 2004 года. Вообще чемпионата мира с 1900 среди юниорфов. Идут с 1986 года, ведут свою историю. Так вот, с 2004 года кенийки до двух... И вот только на прошлом чемпионате руль джебет из Бахрейна. Ну, можно предположить, что она тоже бывшая кенийка. Ну, и на пьедестал по отчетам, кроме вот африканских спортсменов, Анкута Бабачелл поднималась в 2004-2006 году на вторую ступеньку. В 2004-м бронзу Каталины Оприя из Румынии. И все. Все остальные медали. Кения и Филакен. У нее личный рекорд. Она приблизилась к лидерам. Ну что, видимо, дали тренеру установку хотя бы первые километры, может быть, половину пробежать вот так спокойно, а потом уже начинать прибавлять. Посмотрим. Вот там яма. Яма с водой. Это европейские спортсменки. Это канадка. Очень хорошо. И японку тут очень уверенно преодолевают. Мы ждем отметку 1000 метров. 3.13.69. Ну, для уровня кенийских спортсменов эфиопских, конечно, это не быстро. На 9.39. Вот они как будто это поняли, услышали время, или, может, подсказали. Дружно вышли вперед. Две кенийки, и рядом с ними угандийка Чемутай. Ну, и сразу же группа разорвалась. Ти-Дизгит нет. Ну, бывшая хиопка, но не Забахрей, выступающая, к ним присоединилась. И вот еще, видимо, как раз и Датчанка с ними пытается удержаться. Ну, значительно сразу прибавилась скорость. Четверо африканской бегуней уходит. Да, и как это быстро все произошло, еще даже нет, но они пробежали еще и километра, и сразу же пошли разрывы. Ну, и внушением это будет уже африканские разборки нам. Ну, что ж, две кенийки. Так, вот, из Бакрейна и из Уганды. Ну, вот, очень мощно сейчас после ямы с водой, да еще и ускорилась. Сейчас пол, именно она является лидером. И уходит она от соперниц. И вот, посмотрим, еще, собственно, бежать и бежать до двух километров. Три круга остается до финиша. А уже такие мощные разрывы. Просто даже интересно, с какой скоростью она пробежит. Второй километр дистанции. Чуть и не три минуты, наверное, боюсь. Очень уж мощно. Ну, нас переносит пока вот в сектор для прыжка в высоту, потому что там уже высота 2,23. 2,21. Взяли 6 человек. И вот, посмотрите, Кубинис, конечно, блестящий прыгает. Луиза Аяс. Вновь удача и ни одной ошибки пока. Он единоречный лидер. Ну и 2,23 пока никто не смог, никто не смог взять. Ну, по ризоатам на 2,21. Камги и Бараников пока делят второе место. Кубинис лидирует. Японский аромат. С третьей попытки только взял 2,21. Ну, уже две попытки неудачных на 2,23. Ну, а Кинийка, Кинийка все дальше уходит от преследователей. И показала на отметке 2 километра 6,16,25. То есть из 3,03. 3,2,60. Что там такое? Конечно, такую скорость, кто сможет выбежать. Вот, если она здесь так же километры так пробежит, то и установит даже и мировой рекорд, кто знает. Не знаю, тяжеловато. Ну, видите, даже я могу с водой не наступаю в своем стиле. Ну, впрочем, и где-то нет. Все они. Ну, конечно, вот это не очень. Никто не хочет наступать из лидеров. Бетчанка Моллер бежит вот следующая первая из европейских спортсменов. Вот 8, 10, 20. Может, 70 секунд пробежать, чтобы установить мировой рекорд. Но очевидным будет рекорд чемпионатов, который равен 9, 31, 35. Ну, никакой барьерной техники, понятно. Как в стиле кенийских стип-альчезисток. Просто подгибает одну ногу. Но бежит быстро. Я, конечно, уже подустал. Оглядывается. Ну, видно, что скорость немножко падает. Ну, что ж, будет мировой рекорд или нет? В принципе-то осталось-то все 15 секунд, но 100 метров нет, наверное. Рекорда не получится. Уже 9, 15. Но рекорд чемпионатов будет очевидным. Вот начинает набегать. Ну, даже личного рекорда чуть не хватило. Но, тем не менее, все-таки в одиночку 9, 25. Результат очень-очень солидный. Рекорд чемпионата. Ну, вот и Датчанка отчаянно финиширует. 9, 44. Чуть-чуть не хватает. И до личного рекорда. Ну, что ж, 6 секунд с лишним она прибавила к рекорду чемпионатов. Ну, смысл, улучшил рекорд. Результат, конечно, очень-очень мощный. 9, 34, 0, 8. У Тегис Гетнет из Бахрейна. Унизил его серебро. Эфиопка Гребелачев сумел обойти киний Кибет на финише. 9, 37, 17. Личный рекорд. А на бронзовую медалистку Кибет 9, 38, 27. Также личный рекорд. И вот Анна-Эмиле Мюллер из Дании. 9, 43, 84. Пятое место. Канадка Шарлотт Праус. 9, 44, 62. Кстати говоря, рекорд не только национальный, но и рекорд Северной Америки. Перу Чемутай Уганна. 9, 49, 29. Национальный рекорд. И восьмое место у бегуни из Эфиопии Асимарих Наги. 9, 55, 14. Вот 8 человек из 10 минут. Ну, еще раз вот посмотрите на победительницу. Ну, это победительцы. Ну, собственно, она и участвовала, и может, конечно, еще и сражаться на этапах бриллиантовой лиги. Успешно. Ну, а кинейки в итоге одержали очередную победу. Вернули себе звание чемпиона, упущенное на прошлом чемпионате. Когда, напомню, Рудчебет из Бахрейна его завоевала. Результаты этого за бегом. Результаты от Астралия. Продолжение следует...